Всем привет, с вами Лев, это третий серия по пещерам и скалам, и я продолжаю данное выживание, наконец-таки, спустя уже практически месяц. Да, в принципе, всё, давайте будем начинать. Как вы видите, я нахожусь совершенно в другом месте, я думаю, что вы уже догадываетесь, в каком месте я нахожусь. А именно, в новой деревне, в той деревне во второй, в которой я ещё ни разу не был. В принципе, она выглядит вот так вот, да, находится она на равнинах, как вы видите, да, ну или даже в новых лугах, в этих, да, в новом биоме. Ну да ладно, в принципе, в прошлой серии, во второй серии, мы вот там сверху наблюдали за этой деревней, я её там увидел, удивился. Да, в принципе, вот такие вот дела, я сюда переехал, я сюда забрал самые главные вещи, и у меня теперь есть целых 10 алмазов, чтобы что-то сделать, да. Да, чтобы что-то сделать, так, я сюда, короче, смотрите, откуда у меня 10 алмазов, у меня было 7 алмазов, если что, да. Всё потому, что в той деревне, в моей деревне, в одном из домов было 3 алмаза и ещё 3 железа, и вроде как шлем железный, насколько я помню. И, короче, я на самом деле, мягко говоря, удивился, да, у меня здесь, видите, уже есть мой домик, да, ну как домик, это на самом деле коробка, но в любом случае, это первоначальный домик, да. Вот, мои ценные самые суксы, как видите, есть, хлам я там оставил, если что, поэтому, в принципе, не удивляйтесь, то, что вещей у меня как будто бы немножечко меньше стало. Ну, окей, так, меч давайте сюда возьмём, в принципе, здесь я уже готовлюсь к походу, так сказать, да, ягоды я возьму, кстати, наверное, надо взять вот столько ягод, чтобы чуть-чуть было, чтобы их здесь посадить. Смотрите, как я хочу сделать, во-первых, здесь надо сделать глядку, чтобы была какая-то еда, хотя подождите, в этой деревне у нас точно есть глядка где-то, где-то она здесь есть. В принципе, эти дома я ещё не лутал, я только здесь взял кровать, насколько я помню, и всё, и начал постепенно выращивать вот эти обычные деревья, чтобы уже что-то здесь начать строить. Здесь у нас ничего нету, а вот в этом домике, может быть, у нас что-то даже и будет. В этом домике у нас есть изумоды, я пока что-то брать ничего не буду, потому что я собрался идти, короче, в пещеры за обсидианом. Да, для чего у меня обсидиана, всё, я думаю, достаточно очевидно, я хочу сходить в этот самый в ад и сделать стол зачарования, и, в принципе, зачаровать инструменты, наконец-таки, чтобы я уже был, так сказать, более-менее защищён. Да, и вот, в принципе, вы видите то, что здесь есть морковка, какая-то еда. В прошлой деревне вообще ничего не росло, то есть, нигде вообще не было глядок, и, наконец-таки, сейчас у нас здесь уже что-то есть, да. В принципе, насчёт чего я ещё забыл рассказать, да, в принципе, наверное, я ничего не забыл рассказать, я вроде как всё рассказал. А, ещё я начал там выращивать картофель в той деревне, да, я там её немножечко подредактировал, так сказать, да, немножечко, так сказать, улучшил её, маленечко совсем около своего дома. В принципе, я, наверное, туда схожу, я сейчас хочу в ту сторону пойти, и иду я в правильную сторону, да, я иду в правильную сторону, по-моему, да, 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 всё, вот туда мы сейчас идём. Я сейчас иду не в гору, я сейчас иду в сторону дома, это пока что так кажется, если честно. Вот, короче, да, вот, мы идём туда прямо, и там сразу же будет близко моя деревня, это очень маленькое здесь расстояние, приходится проходить. И, на самом деле, очень крутая генерация, мне прям нравится этот мир, если честно. Например, кстати, если вспомнить мою сборку техно-хаткора, то там у меня была проблема с генерацией, мне, на самом деле, там генерация не очень нравится, потому что там что-то много пустыни какой-то, много всяких, и саванны, а вот обычного биончика нету, да. И, как видите, прям вот так вот быстро я уже добираюсь до своей старой деревни, я думаю, уже даже видно то, что она немножко стала чище выглядеть. Вот у меня, в принципе, картофель здесь, да, тростничок растёт, всё, конечно же, здесь тоже неплохо. И, кстати, пока я не забыл, пора рассказать про мой план будущий. Я хочу из этой деревни сделать как такой вот городочек, ну, точнее, сделать деревню, ну, как бы, её как-то улучшить, как-то, я не знаю, сделать красивой и так далее, и сделать то же самое, естественно, с моей деревни, где я сейчас живу в новом месте. Вот, в принципе, все вещи, которые у меня здесь остались, я не знаю, в принципе, что мне взять, можно седло взять, я не знаю, пригодится. Хотя, наверное, пока оставить, в принципе, я сейчас ещё сюда схожу. Просто я показал, как это выглядит, в принципе, здесь я немножечко сделал почище, немножечко дорожки сделал, ну, а так-то, в принципе, здесь ничего особо-то и не изменилось, да. Короче, где-то здесь у меня пещера, я хочу сейчас туда же спуститься, потому что где-то там у меня точно будут ресурсы, да, ну, в виде там лавы какой-то, мне просто лава нужна, по факту. И где-то, кстати, подождите секунду, а давайте мы сейчас пойдём в старое место из прошлой серии, мы сейчас вернёмся туда. Короче, вот здесь, как видите, я вылез, да. Здесь, кстати, куча железа, надо будет потом добыть, наверное, ну ладно, это уже потом. Да, вот написано, финал второй серии, да. Вот так вот это всё выглядит немножко странно, вода тут какая-то, но, с другой стороны, пока я сделал вот так вот, да. Так, ага, это место я помню, это я выбирался здесь, у меня была проблема с водой, здесь было много воды. Высота у нас какая-то там была минус 30-я, что ли. Ага, вот, всё, мы спускаемся, ребят, мы спускаемся, мы спускаемся, вот уже мои старые блоки. Я, кстати, лаву слышу, я слышу лаву. Мне это как раз и нужно. Мне нужно обсидиан срочно добыть. Ребят, знаете, что я сейчас понял? Я гениальный человек. Я реально, я гениальный человек. Я не взял алмазную кирку, чтобы нормально добыть обсидиан. Это гениально просто. Это просто гениально, я даже не знаю, что мне сейчас делать. Наверное, мне сейчас придётся назад копать, потому что, ну а выбор-то какой у меня есть. Я просто ушёл от своего старого дома, чтобы пойти сюда и забыл алмазную кирку. Да, забыл скрафтить самое главное. Блин, ну реально, это, конечно, гениально. Я сделал, конечно, да. Потому что, ну, просто, ну, это просто, насколько надо быть просто невнимательным, чтобы взять и вот так вот тупануть. Да, я сейчас быстренько посплю. Так, всё, я почти дома. Отлично. Я, кстати, знаете, почему захотел именно здесь поселиться? Всё потому, что здесь очень красивый вид, как вы можете заметить, да. На самом деле, реально прикольно. Вот горы всякие красивые везде. Тут такой спуск ещё сильный, да. И везде прям горы в округе, да. Прям везде ты можешь разглядеть эти горы. Сейчас надо подумать, действительно, что скрафтить. Потому что, смотрите, насколько я помню, чтобы скрафтить стол зачарования, это два алмаза. Так, вот что я подумал. Два алмаза уходят на стол зачарования, получается. Три алмаза уходят на кирку. Остаётся пять алмазов. Я могу, в принципе, сделать на меч. И хватит ещё на топор. То есть, можно вообще сделать сет инструментов. Ну, кроме лопаты, да. И, в принципе, всё будет чётко. Можно их просто сохранить, пока не трогать. Но мне кажется то, что это неправильно. И лучше сделать меч. Да. Но, наверное, я его сделаю попозже. Пока что я буду ходить с железным, да. Пока я сделаю кирку. Сделаю кирку. Есть. Всё. Есть алмазная кирка. Наконец-таки. Пока я не буду трогать алмазы. Во-первых, я сейчас пойду в шахту. Я могу ещё умереть. Это будет вообще, блин, весело, если я умру, да. И всё. И, в принципе, бояться мне особо нечего. Потому что сейчас я, наверное, пойду в шахту где-нибудь здесь. Я не хочу уже так далеко бегать. Тут, тем более, есть какие-то пещеры интересные. Там, кстати, я сейчас покажу ещё дом, который в пещере застрял. Я ещё осмотрю его, так сказать, да. Сейчас покажу вам этот дом. Это действительно очень прикольный дом. На самом деле, достаточно удивительный дом. Да, вот сейчас спущусь. И вы просто немножечко офигеете, да. Вот он. Дом в пещере называется. Просто одиночный дом. Даже житель какой-то есть. Нифига себе. Кровать есть. То есть, подлоценная просто жизнь здесь. Ой, эндермен. Тихо. Так, эндермен, эндермен. Охренеть! Так это же целый... Этот самый... Это вообще офигеть. Смотрите. Просто. Просто целый биом. Так, иди сюда, братуха. Всё, давай. Ай-яй-яй-яй-яй! Бежит. Всё, я его валю. Ты чё ко мне-то пришёл? Вали отсюда, придурок. Мне надо валить этого эндермена, прибегает житель в итоге. Так, тихо. Есть, всё. Я думаю, что он мне эндерпёл на самом деле даст. Погнали. Да, погнали спускаться. Идёт уже... Идёт уже два скелета. Они сейчас на друга нападут, мне пофигу. Так, чё они мне не дают пройти? Короче, моя задача это обсидиан. Мне кажется, что я здесь, кроме обсидиана, себе приключение на жопу найду. Да. Офигеть, а чё это за биом скелетов? Так, надо щит. Щит, 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 щит! Так, скелет, иди в жопу. Да, я съелять умею явно. Ладно, сейчас ещё бы не упасть. Опасно? Не, здесь можно упасть. Так, чувак, ты меня достал. Ах ты твай. Так, ладно, я иду сейчас на тебя. Давай, бац! На! Просто с прыжка. Так, вижу, не вижу. Есть. Иди отсюда. Вот она, в принципе, лава. Это, правда, это, по-моему, не... Ну, один всего лишь источник будет. На одно ведро. А это очень-очень мало. Где скелет? Снизу, что ли? Блин, вниз сейчас опасно идти, на самом деле. Потому что что-то, ну, как-то... Спуска тут особо нету. Где скелет? Вот он, вот он, вот он. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди. До свидания. Где опять? Сверху, сверху, сверху. Вижу, вижу. Блин, опять не сработал щит. Давай. Давай, давай. До свидания. Ах ты, собака. Ещё живучая такая. Так. Блин, лавы не видно. Лавы-то здесь не видно. Здесь сюда опасно, на самом деле, спускаться. Я не хочу сюда пока спускаться. Это рано, мне кажется. Не, наверное, я думаю, пока... Наверное, мне всё-таки надо отсюда свалить. Пока не поздно, да. Пока не поздно, я возьму эти сталактиты. Или как они называются? А, они вообще капельники называются. По этим ещё сталактитам можно как-то сбираться. Смотрите. А, нет. Да, можно как-то. Как-то можно, как-то получается у меня. Так, до свидания. Всё. Прекрасно. Да. Блин, каждая серия это новые приключения. Смотрите, вот теперь новая шахта какая-то с новым биомом. Это вообще прикольно. Надо, кстати, уголь добывать. Угля-то у меня вообще мало. Особенно на новой базе-то у меня сейчас вообще его нету. Но это уже, наверное, буду делать не в серии, потому что, ну, это скучно, наверное. Но, с другой стороны, теперь в пещерах вообще не скучно, когда на тебя нападают монстры. Тебя скелет может скинуть куда-нибудь вниз, и ты умереть можешь. И вообще это какой-то для меня летсплей удивительный тем планом, то что я не умер ни разу ещё. Это правда удивительно. Потому что вспомнить, например, адское прохождение моё, там я умирал в каждой серии. Прямо это стабильно было. Прямо даже, по-моему, не было такой серии, где я не умирал. Ну ладно, сейчас я посплю. У меня, в принципе, уже есть какие-то новые инструкции. Почему бы и нет, для строительства в будущем какое-то. Так, ладно, я иду куда-то в сторону дома, но это я так иду, потому что у меня, в принципе, выбора здесь особо нету. Мы сейчас находимся достаточно высоко, 110-я высота. Я думаю, вы понимаете то, что до лавы здесь очень-очень далеко. Да, ну и хотя бы найти бы озеро. Но вот озеро я боюсь, что не найду. Вот туда я сейчас схожу. Там я ещё не был в тех долях, в тех краях. Может быть, там какое-нибудь озеро будет. Это что, это хероблин? Я извиняюсь, да? Не, это правда хероблин? Ладно. Потому что как-то подозрительно это выглядит. Ещё одно дерево. Дейвое, это... Не-не-не, ребят. Я не хочу проблем. У меня, кстати, ещё лагать начало. Но это вы, думаю, точно чувствуете. Так, там тыквы? Ну тыквы, это ладно. Ещё одна пещера. Ух ты. Фига себе, какая зелёная. Прям такая зелёная пещера. Да. Травянистая. Но я думаю, что там тоже не будет лавы. Я её не вижу, по крайней мере. Блин, деревья просто обрезаны. Правда, как будто бы хероблин тут прошёлся. А кто знает, знаете, да? Может, правда хероблин в 1.18 появился. Да. Окей. Окей, 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 окей. Ну мы где-то здесь кругами ходим. Вот там наша деревня. Я думаю, вы понимаете примерно, где я сейчас нахожусь. Здесь уже, смотрите, здесь уже нормальная равнина дальше идёт. Блин, главное бы не потеяться. Ну примерно я дорогу-то понимаю, куда я иду. Вот, ребят, мы выбираемся на новые равнины. Я думаю, что там может быть лава. Если там дальше не будет лавы, я уже, наверное, буду возвращаться. Потому что что-то я немножечко это самое. Здесь уже... Сейчас заблужусь, если я далеко так уйду. Хотя я уже далековато ушёл. Сейчас, короче, будем возвращаться домой тогда. Не везёт мне что-то с лавой. Видимо, в этом видео. Хотя это, на самом деле, сейчас самое главное, что мне нужно. Слушайте, у меня такое ощущение... А, я сейчас домой вернусь, по воде, кстати. Блин, вот это, кстати, прикольно. Буквально на лодке я сейчас просто вернусь к себе домой. Слушайте, прям такая атмосфера. Дождь. Никого нету. Тишина такая, да? Я ещё возвращаюсь к себе домой. Потому что я ничего не нашёл. Блин, ну правда обидно. Правда обидно то, что так всё получилось. Ну, с другой стороны, а что поделать? Если так вышло. Но зато, кстати, я сейчас на лодке приплыл туда, куда мне надо, кстати. Я сейчас могу опять сюда вернуться. Без всяких проблем. Да. Так, я, по-моему, своего старого друга слышу. По имени Скелет. Вот оно, моё старое убежище. Отлично. Так, я уже кого-то слышу. О, смотрите, вот эти у нас есть штучки. Прям прикольно. Вот, вот озеро лавы. Я что-то совсем забыл, что тут было огромное озеро лавы. Охрененно. Крутяк. Всё прекрасно, ребят. Всё отлично, что я сюда пришёл. Только я сюда воду не взял. Хотя воды я тоже нигде не видел. Ну как нигде не видел? Блин, я в океане, блин, плавал. Ладно. Ладно, я забыл. Просто я просто, как всегда, забыл. Но я думаю, что здесь воду тоже можно найти. Вот, блин, то воды, то ещё чего-то здесь нету. Чё за подстава? Так, крипаки. Не надо. Я помню, как я здесь за алмазами, блин. Это самое. Лазил. В прошлой серии. Это, блин, эпично было. Лава-то есть. Хотя, я... А, вот-вот, вода, 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 вода мне нужна. Мне нужно буквально там два ведра и всё. Мне, в принципе, много-то не надо. Вода, конечно, высоковато находится. Но мы сейчас без проблем поднимемся, я думаю. Давай. Есть. Есть. Давай-давай-давай. Высоко она находится, конечно. Я уже даже вышел из этого самого. Так, а здесь где-нибудь есть источник, может быть? Нет, здесь источника нету. Блин, капец подстава, конечно. Ну ладно. Ничего, ничего. Мы сейчас поднимемся. Она очень высоко находится. Да вы и приказываетесь, что ли? Я уже, блин, уже вылезти успел, можно сказать. Отсюда. Выплыл уже просто на поверхность. Смотрите, высота у меня какая. Я уже всё, я уже на улице. Ахрененно. А, вот оно, это место. Короче, здесь огромное озеро. Это что такое? А, это старые шахты, в которых я был. Так, всё, два ведра есть. Ну погнали. Погнали вниз. Так, только осторожно. Ещё ничего не видно. Так, вроде это вода. Есть. Есть, есть, есть. Есть. Вода, вода, вода. Тихо. Осторожно. Там крепак. Крепак. Не надо. Крепачина. Нет. Иди нафиг. Всё, есть. Я живой, ребят. Красиво. Погнал я всё делать то, что я так давно хотел. Да, вот здесь где-то я был. Вот здесь, да. Всё, отлично. Теперь надо здесь какую-нибудь сделать балькаду. Потому что я боюсь то, что на меня кто-нибудь упадёт. А я этого не хочу. Я хочу жить. Да, я хочу жить. Всё. Всё. Никакой подставы, надеюсь, здесь не будет. Да. Всё. Ну что ж, я, в принципе, добыл нужное количество обсидиана. Как вы видите, у меня целых 25 штук. Это достаточно много, в принципе. Потому что я думал, что мне даже столько, наверное, не понадобится. Но с другой стороны, в принципе, будет запасной. Да. Куда-то у меня вода телась. Я так и не понял, как она, типа, у меня пропала. Но да ладно. В принципе, получим достижение. Возьмём с собой лаву. Не знаю для чего. Почему бы и нет. Пригодится, я думаю. Да. Окей. Я иду наверх. На меня никто не напал. Я даже никого не слышал, кстати. Ни скелета, ни зомби. Вообще никого. Это удивительно, на самом деле. Ну ладно. Так, у меня, кстати, есть же вот эта фигня под названием подзорная труба. Это даже не фигня, на самом деле. Это вещь, которая помогает искать алмазы. Я, может быть, сейчас побегу и ещё даже алмазы себе с собой возьму. И как раз даже будет мне обидно на меч тратить. Я немножечко сейчас так побегаю. Кстати, подождите. Вот оно, кстати, ещё место с кристаллами. Нихера себе. А, кстати, я же здесь не был, кстати. По-моему, я здесь, кстати, даже не был. Нифига себе. Забрал много кристаллов. Можно ещё вот так вот скрафтить. Но мне это не надо. Да. Я с собой могу блоков, кстати, ещё забрать. Но пока что, наверное, мне в этом смысла нету. Я это уже делал в прошлой серии. Но пока мне эти блоки, я даже не знаю, куда девать. Да давайте сейчас спидсвиаметистовыми блоками построимся. Мне это пока действительно не нужно. Это пока что для меня рано, да. Пока что рано. Всё. Я выбираюсь отсюда. На меня какие-то пауки уже нападать пытаются. Только я их даже не вижу. Короче, видимо, алмазов здесь всё-таки нету. В этом месте уже. Но ничего. Мне пора вернуться на мою точку, где я остановился в прошлой серии. И только бы сейчас найти это место. Ой, клипуля не надо. Клипуля, клипуля. Всё нормально. Всё нормально. Вот здесь, да, я остановился? Да нет, вроде, кстати. Нет, подождите. Это не то место. Я... Это самое я! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я сейчас... Ой-ой-ой. Сколько здесь? Четыре клипера, что ли? Нифига себе. Так, ну я бегу, короче, в правильном направлении. Здесь ещё вот этот биом. Да. Но это даже не биомы, как какие-то куски биомы. Давайте я всё-таки ради, так сказать, ради... Ради не знаю чего. Ради того, чтобы просто посмотреть на эту красоту. Туда слазью. Потом быстренько сюда вернусь. Тут ничего особо-то и нету, да? Ну да, тут ничего нету. Я думал, тут прямо пещера какая-то зелёная будет. Так. Всё. Да, я спускаюсь. Думал, что здесь что-то интересное есть. Так. Можно на лодке спуститься, кстати. Давайте поплываем. Надеюсь, не помру. Не, я не помер. Нифига себе. Так. Всё. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Вот оно, то место, где я заканчивал серию. И откуда я сейчас, в принципе, и вылез. Так. Клипер, иди отсюда. Клипер! Всё хорошо. Всё хорошо. До свидания. Зомби, 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 зомби. Скелеты все. До свидания. Монстры глёбаные. До свидания. Всё. Пока. Всё. А, мне туда и надо. Да. Всё, я туда погнал, короче. Придётся немножечко досками сейчас строиться. Но ничего страшного. У меня произошла небольшая подстава. У меня вообще оказалось, что у меня нету блоков. Вообще просто нисколько. Даже дейва я всё потратил. Вообще прекрасно. Ну ладно. Сейчас мы поднимемся тогда таким вот образом. Я добуду, получается, камня и всё. И больше проблем не будет. Так. Чего? Это... Чего? О, кстати, неплохой такой X-Ray. Нихера себе. Ребят, это не читы. Я типа... Я не специ... Я не специально. Оно само. Оно само так сделало. Нихера себе. Ребят, это не читы были. Не, ну это читы были, но я... Я не специально. Это не я. Это оно само. Да, это баги какие-то. В принципе, вот моя старая база. Здесь, наверное, брать особо и нечего, кроме картошки. Картошка у меня, в принципе, дома уже есть. Тихо! Разбойники! Так я же сейчас рейд ещё могу вызвать. Если я приду с эффектом плохим. Без молока. Слушайте, а может быть, вольнуть их, кстати? Может быть, правда вольнуть? Блин, ну на рейд я не готов, ребят, пока что. На рейд, ребят, извините, но я пока не готов. Если я приду с плохим эффектом в Диевню, то мне капец. Не-не-не, ребят, спасибо, конечно, но я пока к этому не готов. В следующий раз, когда уже хотя бы Диевня будет в обороне. Потому что жители у меня там в открытую бегают в той Диевне. В этой-то Диевне, знаете, кстати, вот что я ещё забыл рассказать. Здесь-то жители я закрыл вот таким вот образом, которые здесь бегали. Вот они, они, в принципе, да. И то здесь у меня хотя бы парочку жителей живые, да. Хоть они сейчас и не рабочие, но просто жители. А, вот ещё житель. Его, кстати, надо здесь где-нибудь закрыть. Он отсюда не вылезет, потому что я ему этого не дам. Да, всё, короче, он будет жить. Если что, я там забуду поспать в будущем, то как бы они хотя бы в живых останутся. Да. А так, как бы, если разбойников вызвать, то я думаю, что вряд ли. Нужна какая-то оборона, нужна какая-то защита. А это как бы тоже нужны и суксы, хотя бы на забор какой-нибудь элементарный. А вообще, наверное, надо сделать какую-нибудь стенку для начала, да. Это будет, наверное, не очень красиво. Ну, хотя это вопрос времени. Но, ладно, да. Да, кстати, я бы сейчас добыл бы парочку деревьев. Пока, в принципе, есть время. Так, уже вечер, надо быстрее бежать к деревне своей. Потому что сейчас, как бы, я не хочу, реально. У меня, короче, задача сохранить максимальное количество жителей, да. Чтобы никаких, как бы, проблем здесь не было, да. Я не хочу, чтобы здесь кто-нибудь умер. Конечно, я теперь хотя бы понимаю то, что жителей я всех точно не уничтожу. Друг деревня, у меня хотя бы одна деревня уже. Жителей я хотя бы защитил уже, да, в какой-то деревне. А здесь еще пока нет, да. Да, кстати, у меня уже тут уже такой небольшой лес даже вывоз. Короче, ладно. Так, быстренько сюда. Быстренько, быстренько. Все, спим. Да, у меня здесь, кстати, даже есть этот самый. Даже еще дополнительная бронька же у меня теперь есть. Вот она, она. В принципе, стойки для брони у меня есть. Это тоже, в принципе, прикольно. Пока не знаю, где стол зачарования сделать. Может быть, мне сделать пока отдельную комнату. Типа, где-нибудь на улице вообще поставить. Потому что пока что это временное убежище. Я не хочу из этого делать прям конкретный дом. А вот хочется уже сегодня сделать что-то. Надо будет, скорее всего, сейчас сходить за тростником. Но это я уже, наверное, без записи сделаю. Чтоб сей я не была слишком большой, да. Так, короче, вот здесь я расположу это место, да. Где у меня будет находиться стол зачарования. Да, как-нибудь вот так сделаю, да. Как-нибудь вот так построю. Может быть, это хотя бы станет похоже немножечко на крышу. Издалека смотреться. Заодно. Так, вот так. Все, погнали. Сейчас я схожу туда и уже здесь буду крафтить то, что я хочу сделать. Так, ну что ж. В принципе, я все вроде забрал. Вот у меня тростник. Вот у меня картофель. Даже взял кацкий станок. Не знаю для чего. Просто, может быть, пригодится. Я решил его взять. Почему бы и нет, да. Здесь, мавдитежитель живет. Не может отсюда выбраться, блин. Называется. Так, ладно. В принципе, его... Ай-яй-яй. Его тут точно никто не убьет. Поэтому я его даже трогать не буду. Да, все, есть. Мы это все убираем. Что мне нужно? Мне нужно, в принципе, только тростник, да. Сейчас мы сделаем, в принципе... Подождите. Вы же не скажете, что у меня кожи нету? Это, в принципе, не проблема. Это не проблема, потому что корова вот она, да. Это не проблема. Никаких проблем. Все. Да, просто там у меня тоже было кожи две где-то, да. Но мне надо сейчас будет взять вообще где-то... Короче, мне нужно сейчас еще коров искать. До свидания. Наталья. Ну что ж, ребят, я готов. Я все добыл просто, чтобы скрафтить этот стол зачарования, да. Но я, насколько помню, там нужен чининный мешок, чтобы сделать специальную книжку, да. Именно это я сейчас и сделаю, да. Так, где обсидиан? Обсидиан у нас вот он. Это я на всякий случай закрою. И что мне надо? Мне нужно, во-первых, начать с тростника, а именно вот так вот. Да, ну мне хотя бы вот столько, да. Делаю книжку. Сейчас попробую с помощью книжки. А по-моему, кстати, можно сделать с помощью обычной книжки. По-моему, мне даже не нужно было чининные мешки делать. Но да ладно, в принципе, что еще мне надо? Мне нужно два алмаза и чародейский стол. Теперь он так называется. Офигенно. Ребят, все. Я это сделал. А помимо чародейского стола, мне еще нужна книжная полка, которую я тоже создаю. Да. У меня какая сейчас проблема создается? У меня сейчас создается проблема, то что у меня больше не будет тростника, если я сейчас скрафчу еще, блин, к нижнему полку. Поэтому придется сейчас с одной, видимо, заканчивать эту серию. Но ничего страшного. В любом случае, вот он, чародейский стол. Вот она, я так понимаю, вот так вот поставить нормально будет чародейская книга. К сожалению, не хватает тростника. Кожу тоже надо будет добыть. Но это все в следующей серии, потому что в этой серии я уже, в принципе, сделал все, что я хотел. Только я еще, наверное, сделаю меч. Да. Сделаю мечик, потому что меч-то я хотел сделать. Да. Меч я тоже скрафчу. Все. Есть меч. Раз, два, три. Все. Плюс алмазный меч. Прекрасно. Да, железный прощай. Может быть, не прощай, конечно. Ну, да ладно. Есть у меня, в принципе, те вещи, которые я хотел сделать. И сейчас посмотрим зачарование. Может быть, я даже зачарую. Хотя, может быть, я этого делать сейчас ничего не буду. Потому что это просто на всем может быть невыгодно. Да, вот у нас прочность. Но нет, это явно невыгодно. Особенно на алмазный. Эффективность один. Мне это тоже пока что не надо. У меня 25 уровень. Я хочу сделать в следующий раз что-нибудь покруче. Да, наверное, уже в следующей серии я буду заниматься чарованием и так далее. А сейчас я хочу сделать портал в ад. Да, в принципе, это единственное, что я хотел еще сделать. Построю цельный портал из обсидиана. И, в принципе, где его поставить? Потому что мне сейчас не хочется делать его прямо близко к дому. Я его, наверное, где-нибудь поставлю здесь, чтобы он просто не мешался. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот образом. Я не знаю, что это за баги. Не удивляйтесь. Это, может быть, версия 1.18.2 так багается. Потому что это действительно очень странно. Да. Есть! Есть! Все, прекрасно. Сейчас мы быстренько это сделаем. Наконец-то это огнево. И все. И беспроблемно... Так, а может быть он сейчас сам зажжется? Ну ладно. Короче, в принципе, я сейчас старым дедовским способом пробовал его зажечь. Ну, короче, я сейчас сделаю зажигалку. И попробуем уже нормально зажечь. Но что-то он особо не хочет. Я не знаю, в чем дело. В чем проблема. Но он этого делать почему-то не хочет. Но он очень медленно почему-то распространяется. Не получается так? Так, значит, я сейчас зажгу его вот таким вот образом. И все. Портал ВАД готов. Давайте мы прямо сейчас отправимся туда. И просто посмотрим, что там. Просто посмотрим. У меня нету никаких сейчас планов на эту серию. Потому что она и так уже большой получилась. Отлично. Отлично. Огненная недра. Лаги. Не знаю. 10 фпс. Ну что ж. Вот он ад. В принципе, здесь я ничего сейчас сделать не буду. Просто я сюда попал. Просто посмотреть. Да. Здесь у нас багровый лес. Да. Прикольно. Прикольно. Реально прикольно. Уже в третьей серии открыл в новое измерение, так сказать. Ну, как в новое. В старое. В очень старое измерение. Ну, как бы, так сказать, здесь я еще ни разу не был. Короче, вот. Да. Я сейчас сделаю побольше поясовку. И, в принципе, на этом мы будем, наверное, заканчивать. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Смотрите видео. В следующей серии, возможно, мы отправимся сюда. Да. Это не точно, конечно. Но все, в принципе, возможно. Да. Всем спасибо. Всем пока. И удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok